Масштабная проверка лифтов началась по всей стране в середине января по заданию генерального прокурора. Поводом послужил жуткий случай в Санкт-Петербурге, когда молодая женщина погибла, упав с седьмого этажа в шахту лифта. У подъемника отвалилось дном. В Хакасии за месяц проверили чуть более тысячи лифтов, просто старые или те, на которые жаловались жильцы. И теперь впервые у надзорников нарисовалась общая картина состояния подъемников. О том, какое состояние исполнения законодательства по содержанию лифтового и газового оборудования, это очень важный вопрос. И мы в рамках своих полномочий проинформировали об этом главу Республики Хакасии, председателя правительства Республики Хакасии, чтобы он тоже владел из этой ситуации, поскольку как глава региона он должен понимать на сегодняшний день, в каком состоянии у нас данные технические объекты. В целом итог такой. Ездить на наших лифтах можно, это не опасно для жизни и здоровья, но нарушения выявлены повсеместно. Управляющим и обслуживающим организациям выписаны штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. А у 26 подъемников и вовсе истек срок использования. Это значит, их нужно менять. За чей счет пока непонятного фонда капремонта на это денег нет. Собственники должны быть инициаторами в данном случае. Где-то даже может быть и даже скинуться дополнительные денежные средства внести, поскольку, опять же, говорим о том, что содержание собственности, то есть жилых помещений, возлагается только на собственников. Тщательной проверки в этом году прокуратура подвергла и газовые установки, как подземные, так и внутридомовые. Больше всего вопросов возникло к Черногорск-газу. В Черногорске, Усть-Абакане, Абакане жильцы ежедневно практически подвергают опасности своей жизни. Отработали нормативные срок службы и не проведена экспертиза промышленной безопасности подземных газопроводов на 23-х групповых резервуарных установках. И также не заключены договоры обязательного страхования риска ответственности за причину вреда этой аварии на опасном объекте. Пока газовики отделались лишь административными взысканиями, отключать дома от газа прокуратура не стала. Зима. Но если нарушения не будут устранены, надзорники намерены пойти в суд, чтобы прекратить работу опасных газовых установок. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.